Дорогие братья и сестры, моего хорошего одного знакомого в жизни случились скорби. И вот он не знал, как поступить в той ситуации. Он молился Богу, чтобы не проявить своеволие. Он мог избавиться от тех скорбей и, по крайней мере, их уменьшить, проявив своеволие и инициативу. Но он не знал, есть ли на этом воля Божия или нет. И он молился, Господи, как мне правильно поступить? Терпеть все это или же проявить своеволие и избавиться от этих скорбей? И вот когда он слезно молился, то услышал голос в своем сердце. Научись у праведного Алексея, человека Божия. И он тогда задумался, как он может у него научиться? И какому подвигу подражать у Алексея, человека Божия? Уйти из дому, бросив родных, друзей, близких, знакомых, стать странником, он не может. Он не может бросить жену, детей. Как же ему поступить? И он вспомнил. Вспомнил, как Алексей, человек Божий, вернулся домой. Он не открылся своему отцу, а той не смог его узнать, потому что прошло много лет. Алексей, человек Божий, изменился, постарел. Подвиги, пост, молитва, бдение много изнурили его, высушили, изменили вид его лица и тела. И отец родной не смог его узнать, даже голоса не смог узнать. Алексей, человек Божий, подошел к нему, как странник, и попросил. Прими мне, окажи милость, прими в свой дом. И за это Господь вернет в твой дом человека, которого ты ждешь, которого ты потерял. Эти слова пронзили сердце отца, он расплакался и принял Алексея, человека Божия, своего собственного сына, под видом странника. Поселил в маленькой коморке и приказал кормить его со своего собственного стола. Но слуги это часто не делали. Кормили его обедками, забывали его кормить, смеялись над ним, издевались, глумилися, даже били его. Разбый, многие скорби терпел Алексей, человек Божий. Но самые большие скорби, которые он терпел, это видя слезы отца, матери и своей собственной жены. Лукавый много внушал ему, что ты бессердечный, эгоист, жестокий, что у тебя нет любви, ты пойдешь в ад. Ведь ты не оказываешь свою любовь, только о себе одном и думаешь. Посмотри, как страдают твой отец и мать. Ведь написано, что чти отца и матерь твою, а ты вот так над ними издеваешься, не показываешь свою любовь. Много-много разных мыслей внушал лукаво ему, чтобы он отказался от этого подвига, подвига добровольных скорбей. Я хочу подчеркнуть, что Алексей, человек Божий, мог в один момент избавиться от всех этих скорбей. В один момент. Но он этого не сделал. Почему? Потому что он видел, что с этого подвига пытается его как бы сбросить, увести лукавого. Как тогда, когда Христос был распятым на кресте, лукавый через своих слух, через книжников, фарисеев, священников кричал, «Сойди со креста, и мы уверуем тебя, как бы остав свой подвиг, сойди со креста». И Алексей, человек Божий, понимал, что и теперь лукавый пытается сгнать его с креста. Но он не поддавался на эти соблазны и искушения. Он выбирал тот путь, который лукавому неугодный, с которого лукавый пытался его сгнать, свести. И, знаете, Беренчанинов как-то сказал, «Кто не распят, тот не Христов». Истинный христианин должен быть распятым каждый день, каждый час, быть Христовым. Всегда распинать свое тело, свою волю, свои желания, свои мечты, свой эгоизм, свои похоти. Все это распинать ради Господа нашего Иисуса Христа. Тогда он будет настоящим христианином. Как еще говорил апостол Павел, «Распять себя со страстями и похотьми, вот путь христианин». Итак, Алексей, человек Божий, мог легко избавиться от скорбей, но он не пошел этим путем. Господь же радовался добровольному страданию и терпению этого подвижника. И мы знаем, что когда он представился, то Бог через других святых людей сказал, что Алексей, человек Божий, был одним из самых великих святых отцов в то время. И даже по его молитвам, потом дождь произошел, были многие чудеса и так дальше. Я не буду об этом говорить, а скажу о том, что этот подвиг Алексея, человека Божия, был угодный Богу. И не только его. Если мы посмотрим на подвиги всех преподобных отцов, которые добровольно несли скорби, отказывались от имущества, терпели посты строгие, терпели поношения, оскорбления, юродивые христа ради, ходили босиком, терпели холод, жажду, голод. Они же могли от этого легко избавиться. Обули себе теплую обувь, одели теплую шапку, куртку зимой, чтобы не было холодно, покушали нормально. Они могли избавиться от скорбей, но этого они не делали. Они добровольно терпели скорби. Апостол Павел говорит, что если бы вы сами наказывали себя, если бы вы сами себе причинили скорби, то Бог бы простил ваши грехи. Бог бы не наказывал бы вас скорбями. О добровольных скорбях Христа ради говорил и известный христианский писатель, православный Николай Аграфович Пестов. Итак, братья и сестры, терпение добровольных скорбей очень угодны Богу, приятны Богу. Как говорил еще преподобный Исаак Сирин, Богу блаухают добровольные труды и подвиги его подвижников. Поэтому, братья и сестры, призываю в чем-то ради Господа нашего Иисуса Христа нести добровольные скорби. Таким добровольным подвигом Христа ради, например, относятся терпение клеветы. На вас клевещут. Вы очень легко можете избавиться от этой клеветы. Показать доказательства, что вы невиновны, оправдать себя легко. Но нужно ли это делать? Многие святые отцы добровольно несли подвиг терпения клеветы, молчали, признавали свою вину. Да, грешный, виноват, простите. Добровольно несли этот подвиг терпения клеветы. И таких подвигов можно много еще увидеть у святых отцов. Терпение клеветы, голода, поста и так дальше. Все это угодны Богу. Поэтому, братья и сестры, когда в нашей жизни случаются какие-то скорби, не всегда спешитесь от них избавиться. Хорошо помолитесь, что Бог указал вам путь, который Ему будет угодный и вам полезный. Не спешите проявлять инициативу и нетерпение. Терпением вашим спасайте души ваши. И помните слова Господа нашего Иисуса Христа «В мире скорбны будете». И также слова апостола Павла. Многими скорбями начать нам войти в Царство Небесное. Аминь.